Hello everybody! Today we are going in our show. Это окей. И не переживайте, видео будет именно на русском. Сегодня мы вместе с вами отправимся в магазин, для того чтобы выбрать какие-то продукты, которые я чаще всего использую в своем рационе. Вы также узнаете в этом видео о чем я думаю, в принципе, когда покупают тот или иной продукт, вам было это интересно, как я остаюсь в такой форме. Поэтому сейчас вы все это узнаете вместе с Сашей, который все это снимает. Погнали! Сейчас я стараюсь увеличить количество белка в принципе в своем рационе, организме и стараюсь больше из, в принципе, белковых продуктов. Поэтому я думаю, мы отправимся прямиком туда и все с вами посмотрим. Творог это то, что я действительно очень люблю есть и очень часто покупаю. В последнее время мое внимание привлек творог простопашино, 0% и 5%, он действительно вкусный. Хотя я помню, мы мне как написали, что его упаковка не совсем экологичная, в принципе, не совсем для нас полезная. Также иногда я беру творог данон либо 0%, либо 5%. Но здесь намного меньше белка, нежели в форме зерновой. Красно! Также к творогу я очень часто призываю пиры. Это чаще всего либо большая кружка, либо свежая завтра. Либо 2,5%, либо 1%. Это не такое настроение и, в принципе, на вкус не отвечаю. Следующий продукт, о котором хочется, в принципе, сказать, это яйца. Очень люблю. В последнее время пользую как салаты, так и просто, например, на зал. Еще одна очень крутая вещь, которая сейчас появилась, в принципе, на полках магазинах, причем я рада, это арсальное молоко, которое не стоит 200 рублей, как стоит Альпро. Но оно такое же крутое, такое же вкусное. Мне очень нравится его именно смешивать с протеином и все это лопать. Не так давно я для себя еще открыла очень крутые смеси, которые продаются почти во всех гипермаркетах. Это замороженные, собственно говоря. Здесь у нас овощи и также очень часто бывают смеси овощные плюс бобовые. Я люблю брать именно их и просто затем тушить вместе с водой и маслом. Получается просто тушеные овощи, очень вкусно. Готовится максимум 20 минут. Идеальный вариант. Вы знаете, я огромный фанат, в принципе, чего-то свежего, поэтому сейчас сезон яблок и сезон курмы. Напоминаю вам, как я ее люблю. И яблоки я больше в свой люблю сейчас. Сезонные и альдакер сорты. Но если говорить о зиме, то Granny Smith это мой лучший вариант, потому что они сочные и они не очень сладкие. Я не люблю сладкие сорта. То есть что такое? И сливочные. Не спела. Не берем. Если говорить об овощах, то цветная капуста осенью это идеальный вариант для меня, потому что ее очень легко нарезать и опять же добавить овощи, чтобы их тушить. Еще один классный источник белка, причем растительного белка, что немаловажно, это шампиньоны. И это очень круто. Сейчас они по скидке, поэтому берем. Авокадо. Шикарно. Для салата. Шикарно. Для завтрака. Были бы они еще спелые. Немножко о том, как я выбираю авокадо. Оно должно быть немного мягкое. То есть вы, когда его пробуете, оно как будто вы немножко подминаете под вашим пальцем, но после этого всегда не остается. Именно такое авокадо идеально для завтрака, идеально для того, чтобы сделать какую-то гуалкамоле, возможно, или авокадо тоже. Поэтому вот этот вот идеальный вариант. Теперь поговорим немножко о том, что называется любовью. Я думаю, вы заметили по моему инстаграмму, насколько я тащусь от творожных сыров. И это все не просто так. Анинсита потрясающая, особенно с творожным сыром. Вот, главных любимых это творожный сыр. Простой сливочный от Хохланд и также с лесными грибами. Просто два фаворита и давайте заценим. Анинсита потрясающе. Также касаемо сыров, еще один мой фаворит это определенная плицца или сыр фета. Его очень здорово, это взять салаты, даже если вы уже добавили в него, например, яйца. Дополнительное количество белка, плюс интересный вкус. Еще одна моя маленькая-маленькая любовь, это кукуруза и горошек. И также мне очень нравится фасоль, а также концептированная в томатном соусе. Полноценное блюдо, кайф, очень быстро, очень вкусно и определенно. Много раз вы меня спрашивали о том, ем ли я сладкое. На самом деле, мне это кажется слишком сладким. И я не люблю ни Киркат, ни Сникерс, ни какие еще марки бывают, ни Фикс. И как-то это совсем не моя тема, это у меня абсолютно как-то проходит. И я очень люблю, если быть не сладким, то очень люблю на фрукт заменять какими-то сладкими перекусами. И во числе случаев, например, когда я пью чай, я пью либо с протеинным батончиком, либо без всего. То есть это для меня самое вкусное. Также, если вы хотите, например, что-то совсем не вкусненькое, лопать с чаем, то очень классный вариант Доктор Корна. Хлебцы карамельные, очень вкусные, медовые. Очень классный вариант по-десерку. Еще если говорить о каком-то хлебе, который я употребляю, то хлеб я не ем. Я иногда ем хлебцы, но это только со створожным сыром. И чаще всего мы берем не такие, а которые вафельные, я покажу как ем. Также, если у вас появился вопрос, почему я не ем. Мне, в принципе, все ночное. Во-первых, считаю это абсолютно ненужными продуктами. Во-вторых, мне не очень понравится вкус. И в-третьих, если я уж и захочу что-то поесть, то я выберу с вами на микросамбре. Еще немножко скажу о кашах, а именно об овсяной каше. До этого я долгое время идти ела, и ела именно от ясно-солнушка первую, чтобы она была именно более крупная, более ценная. В последнее время я, на самом деле, задумывалась о том, чтобы снова вернуться как к каше, потому что утром очень хочется чего-то теплого, согревающего, в принципе, насыщающего тебя. И также я вздумалась о том, чтобы попробовать кашу льняную, но это пока я тоже праздну. Также я очень люблю добавлять масло, например, в салат. Очень классный вариант – это масло оливковое. И также мне очень нравится соус. Как он называется? Бальзамический. Бальзамический соус. Мы недавно завели дома чайник, в котором будем заваривать не с тобой чай. Но до этого у меня его не было, поэтому я пила чай в пакетиках. Green Toad, one of my favorite, так скажем. Я пью только зеленый чай. По крайней мере, в основном зеленый. Мне нравится он больше и по вкусу, и этого достаточно, чтобы выбрать именно его. Ну вот, пожалуй, это все. Примерное количество, наверное, продуктов, которые я чаще всего беру, и которые чаще всего использую в каком-то своем рационе. Я не придерживаюсь какой-то определенной диеты или еще что-то подобное, но всегда стараюсь выбрать те продукты, которые, в принципе, я понимаю, или которые мне очень нравятся на вкус, и я знаю, как я смогу их использовать. Стараюсь никогда не брать много, беру только столько, сколько мне будет необходимо на несколько дней или даже на пару приемов пищи. Спасибо, что посмотрели это видео. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите, спрашивайте. Если вам интересны, например, рецепты от меня вместе с этими продуктами, то всегда буду рада их снять. Дайте мне только знать. Поэтому и все. Всего же вас обнимаю. Спасибо большое, что были со мной.